Семен Грязнов, нейрохирург областной клинической больницы, отвечает за сосуды головного мозга. В день проводит одну-три операции, зависит от сложности. В 2020 году привезли 47-летнюю женщину. У нее кровоизлияние в ствол головного мозга. Такое очень редко встречается. Руки, ноги почти не двигались, были грубые глазодвигательные расстройства. Нужно срочно удалить коверному, но такие операции делают только в федеральных центрах. Семен решился, проконсультировался с наставниками. Операция длилась 3 часа. Само удаление заняло 15 минут. Сложнее было добраться до нужного места. Добраться до этой труднодоступной и деликатной зоны мозга, определиться, где именно сделать рассечение ствола головного мозга, чтобы не вызвать дисфункцию в первую очередь лицевых нервов, чтобы потом у человека было лицо не перекошено. И, конечно, наша радость была огромной, когда мы увидели пациентку на следующий день, заставили ее улыбнуться, оскалиться. Мимика была полностью сохранена, хотя мы шли четко между лицевыми нервами. Это, конечно, было для нас самой главной наградой. Через полгода пациентка пришла на осмотр сама, на своих ногах. Вернулась к привычной жизни, а ее доктор Семен Грязнов удостоился городской премии «Милосердие» в номинации «За проведение сложнейшей операции». Нам разрешили заглянуть в операционную. Нейрохирург Грязнов знакомит с одним из главных помощников – микроскопом. Нахваливает его оптику увеличители. Благодаря им можно рассмотреть структуру головного мозга. Я смотрю, как хирург, в основной окуляр микроскопа. Рядом есть шпион, дублирующий окуляр. Здесь расположен ассистент. У нас есть также у микроскопа очень хороший большой монитор, который вращается. В него смотрит медсестра для того, чтобы видеть, что мы непосредственно делаем в операционной ране, чтобы подать нам тот или иной инструмент в зависимости от операционной ситуации. Семен Грязнов всегда говорит «мы – нас». Ту уникальную операцию проводила эта команда коллег и товарищей. Многолетний труд с нейрохирургом и ассистентом Светланой Черепениной доктор Грязнов называет хорошим рабочим дуэтом. А наркоз – анестезиолога Максима Ершова первоклассным. С ними хоть на борьбу с атеросклеротическими бляшками, хоть с аневризмами, хоть с каверномами. Как раз в это отделение доставляют самых тяжелых больных, как, например, сейчас на наших глазах на вертолете. Чувство страха-то, оно прошло, пришло чувство уверенности. Чувство усталости, оно есть, потому что операции наши достаточно длительные. Стоим чаще всего в одной позе. Вот, ну, после операции в спортзал. У меня есть увлечение. Очень люблю горы. В 2019 году поднялся на Эльбрус, в этом году, возможно, повторю. Вот, пойдемте с нами. Там красиво. Человек, который крайне серьезен в операционной, много шутит за ее дверью. Свою сложную работу любит. А еще любит просто покататься на велосипеде, дачу и рыбалку. Дарья Костина, Сергей Тютин, телекомпания БАРС.